У предпринимателей появился дом. Вернее, в Ставрополе открыли первый в регионе полноформатный офис для бизнеса, где предприниматели получат услуги в режиме одного окна, необходимую информацию и поддержку. Центр объявляется открытым. Вы знаете, вообще развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополь уделяется нами очень большое внимание. Почему? Потому что в первую очередь это дополнительные рабочие места для жителей города Ставрополя. Второе, что практически 20% доходной части бюджета, то есть поступлений в бюджет, это именно от малого и среднего бизнеса. Поэтому мы вместе с Комитетом экономического развития и торговли города Ставрополя по просьбам бизнесменов наших нашли возможность выделить помещение им, выделены деньги из городского бюджета на ремонт, приобретение мебели и так далее. На местной администрации к началу осени в краевом центре зарегистрировано более 61 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Площадь нового центра позволит работать с большим количеством посетителей, проводить конференции и семинары. Здесь же будет работать специалист МФЦ. Очень приятно, что в краевой столице создан такой центр, центр поддержки предпринимателей. Очередной шаг навстречу предпринимателям был сделан только на муниципальном уровне. Безусловно, вся краевая инфраструктура поддержки будет рада и активно поддерживать работу этого центра, наполнять его жизнью. Как Иван Иванович, глава города Ставрополя, сказал, что это дом для предпринимателей, что нас не может не радовать. Здесь будет создан бизнес-инкубатор, где предприниматели, начинающие, смогут зарегистрировать свое юридическое лицо, смогут работать на первых порах. Тут предоставлена будет вся инфраструктура поддержки, вплоть до помещения, вплоть до компьютеров, оргтехники и так далее. В центре предпринимательства также будет работать туристический информационный центр. Сделали это для того, чтобы увеличить привлекательность города для гостей. Деятельность нового центра позволит организовать единое информационно-сервисное пространство в сфере туризма. Площадку будут и дальше наполнять жизнью. А именно оборудованием, современными технологиями также будут внедрять опыт других городов и регионов. Динара Ефендьева, Виктория Пономарева, Кирилл Ефимкин, АТВ Ставрополь.